приветствую вас дорогие друзья с вами на связи викана мне попросили сделать такой расклад на тему любовных отношений на стороне любовники перспективы отношений не секрет что так бывает ничего там такого необычного нет потому что если так говорила что есть такие учебные отношения учебный брак у людей когда люди учатся может быть думать что совершает конечно ошибку когда нашли друг друг на самом деле это учебный брак учебный брак то люди учатся наращивают опыт соответственно в этих отношениях и с этим опытом потом идут дальше уже во второй брак так бывает также есть родственные отношения про родственные отношения долго распространяться не буду это люди родственники встретили друг друга поженились у них прекрасно уважают друг другу также и расстаются они потом хорошо но здесь просто есть такие кармические родственники на самом деле они родственники потому что люди разбросаны связи семя человеческая разброса на извините по разным энергиям по разным мирам и люди со временем встречаются как бы видит что у них одинаковые отношения одинаковый взгляд на одну сторону любви вот не получается поэтому люди расходятся есть третье конечно уже по судьбе брак там уже люди живут крепкими семьями но это другая тема разговоров как говорится другая тема я обычно объясняю если я вижу на консультации что есть так я это объясняю сейчас тема нет сейчас тема у нас будет расклад расклад на отношения вот в таких вот связях и так подписывайтесь на мой канал гости моего канала подписывайтесь почему потому что вы получите очень много потом раскладов также если вы ищете все-таки знаки судьбы вы можете меня здесь найти заказать консультацию соответственно почему потому что есть контакты под мои видео туда можно написать вайбер ватсап и на определенное время узнавайте условия я вам назначаю время и мы выходим с вами на консультацию и так давайте начнем расклад что мы увидим в этом раскладе первый пункт кто вы на самом деле что ваших отношениях на самом деле сейчас происходит потому что люди выдают это либо за любовь либо практически за какой-то страсть но что на самом деле давайте посмотрим на самом деле сейчас у вас страстные отношения эта карта страсти это очень сильная карта на самом деле сейчас не то что любовь идет идет такая привязка друг другу очень сильная привязка в отношениях один очень сильно страдает находится в зоне опасности а второй я говорю сейчас вот про даму дамы в этих отношениях она соответственно доминирует в этих отношениях и она вот если это конечно любовник мы смотрим на женщину да вот то что я говорю что дама страстно желает этих отношений мужчине эти отношения могут приносить только страдания он не может выйти с этого круга со своего давнего искать что есть семья как я понимаю либо гражданский брак либо брак официальный собственно говоря да я вижу но у него очень много обстоятельств по которым он не может выйти с этих отношений у него очень сложная нагрузка как я все так говорю конечно может быть дети это может быть много всего да из чего он будет постоянно даме говорить что ты знаешь вот у меня такая причина у меня такая причина такая причина и на самом деле так и есть и на самом деле тяжело закончить свои отношения в прежней семье прежних отношений будем так говорить и на самом деле вот есть такой сейчас контраст что не все слава богу давайте будем так говорить в этих отношениях дама может быть даже кстати свободный может очень даже свободный мужчина под большой нагрузкой в этих отношениях. И вот на самом деле, что я сейчас еще раз говорю, происходит такой дисбаланс в отношениях. Далее. Счастливы ли порзень друг от друга? Давайте посмотрим эту энергию. Вот когда вы вместе, понятно, а когда вы разлучаетесь, что же происходит? Когда вы расходитесь пока в разные стороны, до новой встречи, что же все-таки происходит? Вы знаете, это карта одиночества, отшельник. Вы чувствуете одиночество. Вам не приносит удовлетворения находиться со своими половинками настоящими, которые сейчас рядом с вами находятся. И вам одиноко. Вы тоскуете, вы переживаете. Я не вижу никакого счастья в этом. Я вижу очень много... Кстати, думаете друг о друге, да? Очень много анализируете эти отношения. И что самое интересное, вы это делаете оба. Оба. Чувствуете одиночество друг без друга. Это надо понимать. И вот на будущее давайте посмотрим, будете ли вы счастливы, если все-таки вы закончите отношения эти. Вы не станете больше эти отношения продолжать. Вы, как говорится, покоритесь здравому смыслу и перестанете продолжать эти отношения. Будете ли вы счастливы все-таки? Может быть, знаете, говорится, время лечит. Как мне тут одна женщина говорит недавно. Я ее консультировала, и потом она мне говорит, тоже хотел очень быть рядом с мужчиной. Там точно такая ситуация. Она мне потом говорит, что мне кажется, что я делаю какие-то неправильные поступки. Да, я его хотела, но теперь у меня совесть все-таки грязет, да, что я разрушаю, может быть, семью, разрушаю отношения. Что же все-таки так мне делать? Знаете, когда цель уже стала быть близкой, да, она уже стала об этом жалеть. И как сложится моя жизнь, если вдруг мы будем порознен. Что я вижу здесь? Ничего страшного не произойдет, даже если вы разорвете эти отношения. Если вы даже разорвете эти отношения, ничего страшного, что ваша жизнь будет продолжаться в таком же ключе, как продолжалась. Но Аркан Мира показывает, что ничего особенного происходить здесь не будет. Вы просто будете жить закономерной, как я говорю, запрограммированной жизнью. Никаких всплесков, как говорится, да, никаких других мужчин я не вижу далее. На замену этого мужчины не получится. Вы просто останетесь в своей семье и будете жить запрограммированной жизнью. Жизнь продолжается. Знаете, я вижу, колесница. Жизнь продолжается. Но еще раз говорю, ничего такого особенного. Я там не вижу, что будут какие-то такие кардинальные изменения в вашей жизни. Все как шло, так и будет продолжаться. Все, что вас не устраивало в партнере своем, так оно будет и не устраивать. Далее. То, что вы, собственно говоря, хотели изменить, ничего не изменится. Вот вы вернетесь в свое обратное русло. Далее, что мы еще посмотрим. Вот некий такой итог жизни друг без друга у вас. Все-таки сейчас, да, вот что происходит. Вот что сейчас с вами происходит друг без друга. Как вы чувствуете, как чувствует себя женщина, как чувствует себя мужчина. Это жертвенность. Женщина сейчас жертвует. Вот вы сейчас жертвуете своими отношениями, своей жизнью, да. Вы хотите, может быть, все бросить и быть с этим мужчиной. Вот в чем вопрос. Мужчина же уже тоже дошел до той стадии своего осмысления, что он тоже готов уже сменить свою жизнь, но он пока ее не меняет, еще не хватает каких-то аспектов, по которым его жизни, по которым он может все-таки быть с вами. Вот он в стадии ожидания находится. А вы уже жертвуете собой. Вы уже, как говорится, на заклание судьбы положили свое сердце, свою душу для этих отношений. Вам неудобно в этих отношениях. Очень много создаются проблем. Очень неуютно. Приходится прятаться. Приходится скрывать свои отношения. Иногда вы плачете. У вас бывают какие-то депрессивные состояния. А он пока находится в процессе ожидания. Но он рядом с вами. Но он пока не готов с вами рядом быть. Понимаете, в чем вопрос? И на данный момент вы партнер. Какой сейчас у вас вибрация идет? Вы знаете, я хочу сказать, что мужчина о вас заботится. Мужчина о вас заботится. Еще могу сказать такое, что мужчина хочет от вас ребенка. Вот до такой степени. Я всегда говорю, когда мужчина хочет от вас ребенка, это очень хороший показатель. Он вас воспринимает как свою женщину. Как продолжение потомства от себя. Вы достойны продолжать его потомство. Вы достойны продолжать его род. Это очень важно, собственно говоря. Что я еще могу сказать про эти отношения? Отношения будут развиваться. Отношения будут развиваться. Однозначно понятно. Почему? Потому что я вижу такую масть, масть пентаклии. Масть, кстати, очень хорошая. Это будущие отношений. Мужчина все-таки сделает выбор в вашу пользу. И отношения будут продолжены. Еще что хочу сказать. Вот если у вас раньше не было денег в отношениях, да? Ничто у вас не ладит в отношениях. С этим партнером у вас даже деньги начнут появляться. Вы можете открыть даже общее дело со временем. Масть монет, видите, да? Она дает благосостояние. Почему я когда всего года говорю, если люди живут, например, живет человек, у него с работой все хорошо, с деньгами, с карьерой, как только стоит разрушиться отношения в семье, да, то кирпичик за кирпичиком начинает разлетаться и деньги, начинает разлетаться и здоровье. И вот все как в разные стороны. Вот что-то было, и все сразу, вот как карточный домик, все рухнуло. Почему я говорю, наша жизнь — это цепочка последовательностей, которые нужно собрать в единое, гармоничное, целое. И здесь как раз, если у вас даже раньше не было денег, вы нуждались в финансах, да, вот даже в этой семье сейчас своей, с новым избранником, с любовником, у вас появятся деньги, у вас появится благосостояние, у вас появится некая такая материальная позитивная сфера. Далее, по поводу верности, по поводу верности, вы знаете, мужчина вас будет ревновать, и он и сейчас вас ревнует. Он видит вас, знаете, такой привлекательной женщиной, что у вас, возможно, есть еще поклонники, и он это видит, как смотрят на вас мужчины, и он за это переживает. По поводу верности, он сомневается в своей верности, в вашей верности. Не то, что даже сомневается, извините, а когда мужчина... Вообще любое подозрение ставит человека под сомнение, давайте будем так говорить, но вас очень ревнует. Вы слишком, знаете, такая привлекательная для других мужчин, это надо понимать. Еще я хочу сказать, на будущее мужчина очень ревнив, он вас будет всегда ревновать, поэтому вот на этом аспекте нужно обратить особое внимание, хотите ли вы быть с таким мужчиной, который вас будет ревновать. В конфетно-букетном периоде, возможно, это очень завлекательно, это приятно, когда вас ревнуют, да, когда мужчина не может жить без вас, но когда уже в семейной жизни, на будущее, это может быть очень утомительно. Потому что, знаете, как игру будет ревновать каждому столбу. Но мужчина очень ревнив, видите, по мечевой масти. И ревность такая достаточно будет неспокойная. Ревность будет такая, как вам правильно сказать, если мужчина втайне ревнует, да, может деликатно себя вести, здесь может уколоть, обозвать какими-то словами, да. Почему? Потому что мужчина, возможно, в таких отношениях, они добиваются вас. Когда счастье дается очень легко, люди его обычно не ценят. Но когда счастье дается вот такими трудами, когда люди с одной пары переходят в другую пару, они проходят некие такие круги ада. И поэтому он уже сейчас находится в режиме вот этой ревности. Почему? Потому что он не с вами очень часто бывает. И поэтому, конечно же, когда он уходит в ту семью, соответственно, он уже переживает за вас. А вы, возможно, даже свободны, вам терять нечего. Поэтому я вижу даже такую ситуацию. Ну, по поводу того, что у вас будут деньги, я вам уже говорила, если вы будете вместе. А по поводу счастья. Вы знаете, и счастье у вас будет. Это аркан влюбленных. Очень хорошая, кстати, карта. Полное гармоничное счастье. По поводу ревности, конечно, если вы не будете давать ему вот таких поводов, да, и я обычно учу этому на своих консультациях, как обращаться с мужчинами. Какие слова им говорить. Возможно, в разных таких ситуациях, потому что бывают разные мужчины, разные женщины. Общего рецепта счастья нет, сразу говорю. Но здесь, ну и здесь, нужно просто вести себя таким образом, чтобы мужчина понимал, что вы его любите. Ласка, нежность, добро. Пожалейте себя и пожалейте его. Через такие круги ада пройти и быть вместе, надо уже научиться любить. Ну, первый раз любить не получилось, но второй раз уже научитесь, пожалуйста, любить. Потому что так можно замуж и входить, бесконечно и жениться. Далее. По поводу детей. Будут ли у вас дети? Да. Вот по этому показанию я вижу мальчика. Ребенок будет. Но дело в том, что будет внезапная беременность. Но она обрадует обоих. Внезапная беременность. Почему? Потому что я сейчас не знаю, кто смотрит это видео. Люди в разных возрастных категориях. Если это поздний брак, очень поздний брак, ребенок будет однозначно понятно. И в таком ключе, что когда женщина уже не надеется иметь ребенка в таком возрасте, и не собирались иметь ребенка, а он появится, это будет как подарок. Женщины, которые не могут зачать ребенка в первом браке, у них ничего не получается. В этом браке у них будет, во втором браке у них будет ребенок, однозначно понятно. Тоже как подарок. Это надо понимать. И давайте еще посмотрим на наличие, будете ли вы вместе до самого конца, долго ли продлится ваш брак. Вы знаете, да. Вы долго к этому шли. Вы приложили усилия. И брак у вас будет. И будет у вас один ребенок, как я вижу, все-таки. Вижу, пока только одного ребенка. Брак будет продолжаться. И судьба вам даст еще много-много такого счастья, много счастливых моментов, которые вы можете взять от судьбы. В принципе, вот такой прогноз я вижу. Этот прогноз, конечно, можно продолжать еще, этот расклад. Но я сейчас его буду заканчивать. Я думаю, достаточно пока вот такой информативной, такой информации достаточной дала уже прилично. Если резюмировать расклад, что можно сказать? Что можно о нем сказать, об этом раскладе? Что мужчина пока не готов строить с вами отношения. Но придет время, когда он будет с вами строить отношения. Он вынесет четкое решение. Если вы были неблагополучны в первом браке, то у вас, говорится, появится материальное благосостояние. Бывает для того, чтобы получить материальное благосостояние, нужно иметь несколько аспектов достаточно разных. И какой из них аспект придет, пока людям неизвестно. Но некоторым достаточно выйти еще раз замуж за удачного мужчину. И появляется материальное благосостояние, и будет ребенок, ребенок в подарок. Вот такой вам расклад, мои дорогие. Называется он «Любовник и перспективы в этом будущем втором браке». Брак у вас с этим мужчиной намечается. И вот по этому раскладу он должен состояться. Все, всего вам доброго, мои дорогие. Удачи вам. Не теряйте своих любимых. И если даже у вас намечается второе отношение, второй брак, видать, Богу было так угодно, чтобы так произошло. Все, всего вам доброго. До связи, мои дорогие. С вами была Вика. Напишите в комментариях, какие вы хотите еще видеть расклады в моем видео. До связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...